всем привет с вами анастасия пёсик и мы продолжаем наш видеокурс по тестовой части и в этом видео разберемся как решать задание номер два и так сразу же моя рекомендация лайфхак при первом прочтении когда вы только читаете текст сразу же сразу же несмотря во второе задание сразу же попробуйте подобрать слово которое пропущено как правило оно и будет правильным ну а теперь обо всем более подробно как выглядит задание номер два вам нужно восполнить пробел то есть восстановить пропущенное слово и внизу будет написано какую конкретно часть речи от вас хотят для этого нужно вспомнить основные части речи которые встречаются в задании номер два и так что же это за части речи давайте обо всем по порядку во первых конечно же союзы все заюзы мои хорошие делятся на две группы союзы сочинительные и союзы подчинительные соответственно если между двумя основами предложений стоит сочинительный союз такое предложение мы называем сложно сочиненным если между основами в сложном предложении стоит подчинительный союз такое предложение называется сложно подчиненным союзы сочинительные и подчинительные в свою очередь они тоже делятся на подгруппы но если подгруппы подчинительных союзов нам знать для ЕГЭ не нужно, то союзы сочинительные группы нам нужно знать обязательно. И вот это прямо под запись. Записываем. Задание два. Союзы. Первое. Сочинительные. Сочинительные союзы делятся на три группы. Соединительные, разделительные, противительные. Обратите внимание на союз ДА. Он многолик, он может быть и соединительным, если его можно заменить И. Или он может быть противительным, если его можно заменить противительным союзом НО. Тем не менее, это всё сочинительные союзы. Подчинительных союзов больше, и мы не будем их сейчас разбивать по группам, потому что это лишняя информация. Для ЕГЭ она вам не пригодится. Что ещё нам важно знать? Местоимения, конечно. Теперь записываем классификацию местоимений. Зачем записывать целую классификацию? Можно просто записать все местоимения, а вот и нет. Потому что классификация местоимений, знания, какие местоимения относятся к каким группам, каким разрядам, вернее сказать, очень важно. Во-первых, во втором задании могут спросить, какое указательное местоимение должно быть на месте пропуска. Также местоимения, разряды, обязательно нужны для выполнения задания 25. Там тоже какое предложение связано с предыдущим при помощи указательного, допустим, или притяжательного местоимения. Поэтому будьте молодцы и возьмите прям себя в руки и запишите себе эти разряды местоимений. Личные называются так, потому что указывают на лицо. Возвратное местоимение действие возвращается на себя. Указательное местоимение мы можем на них указать. Тот, этот, такой, столько. Неопределённое местоимение мы не можем определить точно несколько. Отрицательное местоимение мы отрицаем никто, ничто. Притяжательное местоимение кому-то принадлежат. Определительные местоимения отвечают на вопрос определения, то есть какой, иной, другой, каждый. Есть вопросительные местоимения, и они же будут относительными местоимениями. Как их распознать легко? Если в конце предложения стоит вопросительный знак, местоимение в этом предложении будет считаться вопросительным. Кто сказал мяу? Если в конце предложения стоит точка, я знаю, кто сказал мяу точка, то здесь местоимение кто является относительным. Также нам нужно знать производные предлоги. Обычные предлоги, я думаю, что вы и так знаете. В, над, под. А вот производные. Во-первых, почему они так называются? Потому что они произошли из различных частей речи. Запишите их, пожалуйста, тоже, потому что их очень легко спутать с другими частями речи. Есть прям вот абсолютно похожие на них другие части речи, но их важно различать. Если вот такое предлог указательный можно заменить другим обычным, предлог производный, конечно же, можно заменить обычным, непроизводным предлогом, значит, это точно предлог. Если это слово уже может быть, допустим, к нему можно поставить вопрос, значит, это точно не предлог, потому что к предлогу задать вопрос невозможно. Также здесь нам пригодятся частицы. Что такое частицы? Для чего они нужны в русском языке? Частица очень уникальная такая часть речи. Она отвечает за эмоции. Неужели в самом деле карусели все сгорели? Разве? Да будет! Они, эти частицы, отвечают за эмоции. Они выражают на письме наши эмоции. Частицы тоже нужно знать. А также здесь могут еще встретиться водные слова. Но речь о водных словах у нас пойдет, когда мы будем с вами разбирать задание номер 18. Поэтому здесь я не считаю нужным загромождать эфир и вашу тетрадочку раньше времени. Если вам вдруг попадется вводное слово, оно будет выделено запятыми с двух сторон. На запятые здесь тоже обращайте обязательно внимание. И я вас отсылаю к 18 заданию. Как я уже говорила вам, все задания в тестовой части по русскому языку гармонично связаны друг с другом. И где-то одно задание передает привет другому заданию. Я буду обращать на это ваше внимание. Например, здесь мы передаем привет задание номер 18. Итак, еще раз, как решать задание номер два? Задание номер два мы решаем следующим образом. Когда мы первый раз вообще читаем текст еще до того, как мы определили его стиль и начали делать задание номер один, мы сразу подставили слово, которое просит. Сразу, мгновенно. А уже потом посмотрели, сверились, правы мы или нет, какая-то часть речи. Еще немножко наречий, указательных наречий. Запишем тоже к заданию номер два. Они тоже могут встретиться. Конечно, это не все наречия, потому что наречий очень много в русском языке. Здесь я подобрала только те наречия, которые встречаются в задании номер два. Теперь, когда мы записали необходимую теорию к этому заданию, я прошу вас выполнить практику. В моей группе ВКонтакте ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку с Анастасией Песик, в разделе статьи, а также в обсуждениях есть такой раздел видеокурс, тестовая часть по русскому языку ЕГЭ. Вы заходите туда и находите там под видео уроками всей теории необходимой. Вы также можно слушать обязательно аудиозапись подкаст к этому заданию, чтобы еще задействовать аудиальный канал нашей памяти, и выполняем практические задания. Каждое задание мы смотрим теорию, слушаем подкаст, записываем тетрадочку и выполняем домашнее задание. Если, ой, ну да, практическое задание. Если вдруг вам что-то непонятно, тогда включаем мой аудиоразбор. И если после этого даже непонятно, ну тогда пишите мне в личные сообщения. Увидимся в следующих видео. Я желаю вам успешного прохождения курса.